У жителей домов по улице Дачной 35 и 37, а также проспекта Карла Маркса 18 и 20, теперь появится возможность гулять на обновленной территории. Долгое время двор был в удручающем состоянии. Чтобы проводить время с детьми, приходилось ходить в чужие дворы, где были игровые площадки, рассказывают жители. Но в прошлом году они приняли решение участвовать в губернаторском проекте «Содействие» и их поддержали власти. Мы все приходили, согласовывали проект. В общем, каждый вносил свои коррективы. Подстраивали зоны для бабушек, чтобы им было очень комфортно, чтобы ни дождь, ни какие-то там погодные условия, ни снегом не мешали гулять. Здесь уже полностью заменили пешеходные дорожки, посадили деревья, готова часть спортивной площадки и основание для беседки. Вскоре подрядчик приступит к установке лавочек и детского комплекса. Конечно, стало лучше и по красоте, и по уютству, комфортабельно так. Просто приятно смотреть. Дорожки такие главные нам. Вот ходить прям прямо так хорошо, удобно. Прям все благодарят. Пример соседей по микрорайону взяли и жители дома по улице Чернореченская, 49А. Здесь устанавливают фонтаны и благоустраивают территорию под зону отдыха. Работы начались в середине сентября и уже близятся к финалу. Здесь же будет велопарковка. Здесь будут очень красивые трехъярусные вазоны установлены, лавочки, урны и освещение. Мы хотим, чтобы это была площадка здорового образа жизни. У нас ведутся переговоры о том, что алкогольный бизнес уйдет из этого здания. В этом году в Ленинском районе Самары по проекту содействия обновят четыре двора. Всего за период реализации государственной программы на конкурсную комиссию поступило более 800 заявок жителей города. Из них были поддержаны и реализованы более половины. На то, чтобы воплотить в жизнь все проекты из-за балластного бюджета с 2017 по 2019 год уже направили 280 миллионов рублей. В этом году выделят еще свыше 250 миллионов. Мэри Илчан, Григорий Плешаков. События.